Добрый вечер Добрый вечер, Миланочка! Мы успели увидеть только три. Давайте напомним ребятам, какие? Мы были в трех городах. В Киеве, Умане и в городе Каменец-Подольский. Так, это правильно. А давайте вспомним, какие чудеса мы там увидели. Мы видели Киево-Печерскую лаву. В Киеве, так. В Умане что? В Умане парк Софиевка. Так. А в Каменец-Подольске старый город. Молодцы! Правильно все назвали. Ну что ж, не будем терять время. Давайте двигаться дальше. А в какой город мы отправимся теперь? Сегодня мы снова посетим с вами город Киев. Ведь именно здесь находится прекрасный собор Святой Софии. Вот он, этот собор. Как он красив! Наверное, ему очень много лет. Ты права, Миланочка. Этот памятник архитектуры действительно древний. Он был построен еще при князе Ярославе Мудром. Внутри собора сохранилось множество фресок и мозаик. В том числе и мозаика Божья Матерь Молящаяся. Давайте напомним ребятам, что мозаика – это изображение или узор. Его выкладывают из стекла, камня, пластмассы, железо. А что такое фреска, я забыл. А я помню, что такое фреска. Ведь Дуняша нам уже о Софийском соборе рассказывала. Фреска – это когда рисуют специальными красками по влажной штукатурке. Ну, по стене. Верно, Дуняша? Совершенно верно, Миланочка. А вы молодцы, что вспомнили, что такое мозаика и фреска. А мы идем дальше. Следующим чудом Украины называют херсонес. Это гордость при Черноморье. А расскажи нам о Херсонесе, Дуняша. Когда-то очень давно это был город. Его основали греки. И что же от него осталось? То, что сохранилось, впечатляет. Сюда, в Херсонес, приезжает множество туристов, чтобы прикоснуться к необыкновенной красоте старого города. Он находится на окраине Севастополя. Нужно будет обязательно посетить херсонес. Отличная идея, Женечка. А мы с вами продолжаем знакомство с чудесами Украины. И сейчас я вас знакомлю с Хортицей. Это самый большой остров на реке Днепр. С этим островом связана история Запорожской Сечи. Легендарная история украинских казаков, которые защищали родную землю от нападения врагов. А еще на этом острове есть большой дуб, которому очень-очень много лет. Ты права, Миланочка. Вот он, этот большой дуб. Это дерево, друзья, считается символом казачества. Дубь наша, ты нам рассказала почти обо всех чудесах Украины. О всех из семи чудес Украины. Так будет правильнее сказать. Ведь в нашей стране очень много красивых, живописных мест с богатым историческим прошлым. И сейчас мы с вами отправляемся к одному из них. Друзья, а в какой город мы направляемся? В город Хатин. И что же в нем? Сад, храм или дворец? В городе Хатин есть удивительное место. Хатинская крепость. Именно она относится к одному из семи чудес Украины. Эта крепость была построена еще в 13 веке по приказу князя Данила Галицкого. Наверное, эта крепость видела очень много сражений. Ты права, Милана. А еще она участвовала в съемках множества фильмов. Правда? Каких? Например, Д'Артаньян и Три Мушкетера, Стрелы Робин Гуда, Тарас Бульба, Баллада о доблестном рыцаре Айвенга. Как интересно! Так что, ребята, если соберетесь смотреть эти фильмы, обязательно вспомните о Хатинской крепости. Ну что ж, ребята, а наш разговор пора завершить. Ведь ребятам нужно показать мультфильм. Мультфильм! Балбомостик или Брод? Что ж вы стали, Ротозей? В чем там дело? Путь смелее! Превосходный пароход на волнах не подведет! Превосходный пароход на волнах не подведет! Ох, утонешь ты и так! Был не так, а стану так! Был не так! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С таким экипажем, в такой ракете, не страшны никакие преграды на свете. Вот мы с вами и познакомились с семью чудесами Украины. Вам было интересно? Очень. И интересно, и полезно. Спасибо, Диняша, за рассказ. Пожалуйста. А теперь давайте прощаться с нашими телезрителями. До свидания, девочки и мальчики. До новых встреч, друзья. Желаем вам добрых снов и ангела-хранителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне. Дремлет облако в постели. Спят игрушки и цветы. Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю.